всем привет мои дорогие и сегодня хочу снять автовлог на я не знаю точно это будет именно конкретно историю которую я вам расскажу просто я вспомнила мы с подружкой буквально недавно обсуждали то как вообще сейчас сложно на самом деле молодым как сложно купить себе жилье просто да вот работая где-то там эти ипотеки еще что-то ну то есть как бы реально все это нелегко и когда мы это обсуждали я что вспомнила одну историю слушая меня однажды просто со съемным жильем меня продали это как и я рассказала ей эту историю думаю тоже поделиться этой истории забавные с вами это было ну история знаете на тот момент когда вообще это все происходило это было я не скажу что прям очень забавно потому что там было все и невменяемая бабушка и полиция ну на тот момент еще было милиция ну в общем просто вот какая-то непонятная санта-барбара так я себя трогаю смотрю нет ли у меня температуры у меня состояние очень и очень такое сейчас знаете странное конечно кто-то может сказать ты куда если ты там чувствую что ты больно куда ты там прешься ну я не пойму я сегодня планировал встретиться со своей двоюродной сестрой я ей сказала про свое состояние что я понятия не имею валили чем-то или нет ну как бы там сказал ничего к видам я переболела давай встретимся но не знаю сама дома сидеть не могу а самое главное честно мне нужно просто на воле нет я обещала в ее офисе полить цветы как бы я и собиралась делать воскресенье но воскресенье я не смогла попасть потому что мне не удалось получить скажем так как ключ от ее офиса но в общем долгая история тоже давайте вернемся к истории как как же так вышло что вы меня продали вместе с квартирой история вообще вот какая тогда я может быть потом если вам будет интересна эта тема я помню что я затрагивала тему женской дружбы на своем канале и если вам было бы интересно чтобы я рассказала о конкретных примерах из своей жизни то я вам расскажу напишите пожалуйста в комментариях интересно или нет потому что у меня прям можно тоже под взяли и санта-барбара было много у меня было историй тройничков скажем так когда я дружила с одной со второй потом я оставалась лишней и дружба прекращалась очень много чего на самом деле было и предательство и опасной ситуации для моей жизни чего только не было если интересно то пишите в комментариях надеюсь сегодня камера не упадет так вот и на первом курсе университета я получается что в одиннадцатом классе я уже жила одна но жила одна в своем городе это тоже я не помню освещала эту тему или нет но это очень такая была такой тяжелый период моей жизни это было после клинической смерти это было так скажем ну необходимость скорее наверное такая моя немножечко изоляция от родителей такой возраст плюс ситуация со здоровьем естественно было под наблюдением но тем не менее и соответственно я конечно привыкла жить одна но потом на лето я пошла жить обратно уже с родителями соответственно поступление и все тому прочее и вообще я должна была я сначала ездила университету из лермонтова в пятигорске я ездила на маршрутке но в чем была сложность в том что я живу в селе да у меня так и называется село и чтобы добраться до города то есть все как бы близко но все равно пешком это нужно идти минут примерно 20 на ну тогда во первых и такси так особо прям как-то развитые они не были и соответственно другие какие-то нюансы ну то есть как бы я ходила пешком то есть дайди иногда там такси не было развито дан такси ездила то папа иногда довозил до остановки потом пока ты дождешься доста ну короче по деньгам в принципе выходила бы так чё обратно собираться что проще было снимать квартиру в пятигорске тем более родители говорили о том что как раз может быть там как бы за это время поднакопят на свое жилье умнее в это отдельная тема как раз потом про ограбление в общем и я нахожу девочку то есть я там от через другую какую-то подругу знакомлюсь с какой-то девочкой которая приехала с севера тоже поступила в университет и она училась там где я в итоге юридически заканчивала и как бы она хотела тоже жить в пятигорске ну и соответственно там мои родители с ее договариваются о том что мы между собой конечно что мы хотим жить вместе то есть это как бы и выгодно получалось по деньгам за пополам за квартиру платить нашли квартиру довольно таки хорошую кола ж.д. вокзала мне вообще до университета пешком можно было дойти за до своего факультета вот где я училась на нем паке на пешком реально за минут 15 можно было дойти но почему-то я ездила на трамвае это было 2 или 2 трамвайной остановки я ездила на трамвае хотя дольше было дойти до трамвая чем до универа но я не знаю почему это дело и у нас были изолированные комнаты девятый этаж и и мы прям вот так подружились это вот к теме дружбы и как вообще что у нас тоже произошло конечно от и все было хорошо у нас была очень очень классная хозяйка это знаете из того раздела несмотря на то что живут студенты ну у нас не было там никаких жалоб ничего мы себя адекватно вели естественно хотя да там тоже были какие-то свои гулянки куда уж без этого студенческая жизнь без этого мне кажется не бывает и мы она приходила к нам буквально раз в месяц забирала деньги снимала показания счетчиков как сейчас помню ее звали алла вообще все было прекрасно и мы так прожили примерно где-то ну наверное на месяц 8 9 я точно уже не помню или даже вот а может даже год мы так прожили и в один момент она к нам приходит и говорит она позвонила и как мне нужно с вами поговорить мы что удивились такие думают ничего не натворили плана никогда так не приходит почему решила прийти и она пришла и говорит девочки так и так я горит срочно продаю квартиру но я хотела узнать у вас то есть но мало ли каких это покупатели найду просто чтобы вдруг кто-то захочет купить квартиру тоже с целью чтобы соответственно и его с ним чтобы были те кто будут снимать эту квартиру чтобы вы стали жить дальше здесь что язык заплетается немножко мы так говорим да там какая разница ну нас все здесь устраивает мы уже привыкли мы здесь обжились да там полностью уже все наши вещи все дела и нас все по цене на ничего не поднимала все нас устраивает все отлично хорошо я тогда буду иметь ввиду если кто-то захочет купить квартиру уже с вами грубо говоря да то есть я скажу что у меня девочки которые живут и они готовы продолжить там жить ок ок все и проходит буквально наверное неделю то есть мы как бы мы переживали за то что ну понимали я думаю что это все очень быстро решится как бы вы тоже иметь ввиду если что там ищите другое жилье ну то есть я в любом случае не смогу не знаю как я там продам мне нужно срочно он тут куда-то переезжал и что-то такое уже не помню подробностей потому что было это все таки сколько 16 лет назад да 16 лет назад это было обалдеть как время летит и я надеюсь не сильно шумно просто кондера я включить не могу потому что я уже под кондером посидела окно открыла и значит буквально проходит неделя она звонит или девочки все говорит я продаю квартиру у меня уже есть покупатель или там женщина взрослая бабушка уже можно сказать она говорит эту квартиру покупает целью чтобы сдавать жилье так что говорит нормально с ним переподпишите договор как бы никаких проблем не будет она только рада что уже не нужно искать никого а вы есть мы обрадовались потому что мы тоже смотрели объявления за год цены выросли районов удобных для нас не было тут как бы ну все устраивало плюс вот эта девочка с которой я жила у нее дедушка жил в Весендуках и ей было удобно что она могла сесть на электричку которая вот она прям под водом и соответственно поехать нужно в лермонтов поехать мы выходили на жд вокзал две минуты пешком и садились на маршрутку ехали по домам ну то есть как бы вообще все было чудесно в этом плане логистически устроено мы обрадовались и а нет я вас обманываю блин я подруги рассказывала эту историю правильно да квартира была удобно но на тот момент когда вот так вот нас продали я уже жила так как мы очень сильно поругались с девочкой с которой мы жили диана зовут звали и мы с ней уже не жили то есть мы с ней вместе получается прожили где-то до лета а потом я жила одна и сентября со мной стала жить другая девочка моей маминой подруги на тот момент дочка и получается мы с ней жили сырой когда вот так вот нас продали вот вот я совсем забыла она тоже была из лермонтова эта девочка вот точно я что-то немножечко напутала сейчас рассказывая вам и мы с ней что стало вообще происходит вот это вот бабуля при том знаете мы сразу на нее посмотрели как мне в жизни может быть у меня у самой немножко чудо тютью с крышей и она подтекает с головой да я имею ввиду но мне очень везет на не очень адекватных людей скажем так по жизни муж подобное подобного притягиваются конечно я шучу но кто его там знает почему так реально в жизни у меня случалось и приходит значит вот эта женщина бабушка и она приходит с дочкой а дочке ну на тот момент я думаю что ее дочка она лет под 40 было вот этой бабушке лет наверно под 70 было и она такая турист буденовска то ли откуда помню с буденовска они были и она только не успела зайти вы знаете невероятный запах протухшей кильки я понимаю что это пахнет от них так просто вообще отвратительно ну как бы ок ладно не самое главное и тут она начинает то есть договор все дела она начинает она заявляет то что говорит ну единственная я же буденовска я раз в месяц будут здесь оставаться с ночевкой типа я свою раскладушку принесу вещи некоторые свои выделите мне в шкафу тоже место там в каком-нибудь мы друг на друга я говорю подождите нет говорю так не пойдет ну как то мы живем здесь сами то есть мы платим за квартиру так же да там она еще стала что повышает мы еще решили что не удеваться не туда согласились на это там на пару тысяч она по моему повысила так резко хотя пару тысяч это был существенный скачок по тем временам ну как вообще на 1000 рублей я неделю жила полностью это я еще шиковала эти как бы ну в общем и я сразу стала в позу то что нет так не пойдет мы живем сами ну зачем чтобы какая-то бабуля там на раскладушке на кухне или где-то еще выходной день до когда у нас там свои планы какие-то друзей пригласить или еще что-то у нас тут какая-то бабуля блин будет в общем и в то же время то есть у нас как полное недопонимание и помимо всего прочего она заявляет а она мы смотрим пока что-то раскладывается ушла куда-то пришла обратно звонит опять в дверь мы вообще в непонятках она говорит то что она с раскладушкой она притащила откуда я не знаю где там находилась и раскладушка без машины она то есть она такая проходит короче на кухню спон там что она там сегодня будет ночевать мы говорим что происходит она что вы думаете я сейчас что ли обратно уеду ну как бы типа где я должна остаться это же моя квартира мы говорим слушайте если вы хотите жить своей квартире для чего мы подписываем договор живите ради бога или находите там одну-двух девочек будет жить в одной комнате подписывайте соответствующие договоры одну комнату забирайте себе да там с подселением у нас условия совершенно другие договора и мы не хотим чтобы с нами вы вдвоем сегодня ночевали в общем она начинает знаете из вот тут это когда зайчик превращается в злого кролика она начинает орать на нас просто так повышает голос ненормальная какая-то невменяемая что вы себе позволяете это моя квартира я что хочу здесь то и делаю короче мы в шоке я начинаю у меня характер тоже туда был дай боже я с ней реально начинаю ругаться она начинает притворяться что типа есть становится плохо сердцем при том знаете как вот в плохих сериалах когда показывают что вы не плохо и тут же . позвони в скорую срочно ай как мне плохо срочно звонит и почему не звонишь вот что-то наподобие того и вызывают скорую вызывают ментов нас короче мы просто в шоке нас начинают в эту ментовку на там датчик показания объяснений что довели пожилого человека что вообще происходит мы раз к потом когда уже поняли я помню как я сидела общалась значит с этим ментом я ему рассказываю как есть ситуация да я понял я уже пообщался а у бабушка и горит и что-то чувствует она себя явно хорошо ну как нет ситуация понятна говорит ну как бы не знаю что говорит вам посоветовать что вы думаете мы все в итоге возвращаемся домой квартиру она остается лишь не можем ее прям выгнать как-то не знаю что сделать на следующий день она молча уезжает не закрывает за собой дверь то есть она рано как во сколько не знаю уехала то есть мы просто две раз а дверь открытая и нет дверь открытом и значит открытой дверью неизвестно со скольки мы вообще в ужасе проходит неделя все от нее ни слуха ни духа наступают следующие выходные девочка с которой я жила уехала в лермонтов я приезжаю а у меня я был суббота мучилась я тобой не ездила обычно ну там 1 месяц могла поехать и реже и в субботу я после учебы прихожу домой я не могу ключ вставляю он не вставляется я подумала что девочка с которой я жила приехала я начинаю звонить дверь мне никто не открывает я звоню или этой девочке она говорит я дома у мамы дома я ей рассказываю короче начинаю названивать мне открывать дверь это бабусяка она поменяла замок а она типа все это лично я со мной не разговор я говорю что вы тут делаете она мне надо здесь у меня тела в пятигорске мне надо остаться я приехал и решила что ваши замки ненадежных надо поменять вот сбегай сейчас сделай себе типа если нужно твои девочки ключи делать я говорю такое на каком основании мы здесь живем вы поменяли замок мы платим деньги мы не бесплатно здесь живем почему вы меняете этот замок и во вторых давайте ключи и делайте отдавайте ключи почему я должна идти сейчас студенткой тратить свои деньги и делать себе ключ я вообще у меня просто было внутренняя истерика я была в шоке от всего что происходит я смотрю у нее нормально накрыт стол и я понимаю что стол у нее накрыт то есть она обедает сидит с нашего холодильника то есть она достала все что она посчитала нужным из холодильника сделала себе покушать дела готовенько я вижу у меня комната еще с тех времен как у нас вот начались ссоры с девочкой с первой с которая жила мне папа на дверь сделал замочек вы знаете такой то есть чисто чтобы понимать заходил кто-то или нет то есть его там взломать нефиг делать но я когда уходила я по привычке этот замок всегда замыкала но у меня на балкон выходила дверь и у меня была открыта и я понимаю что у меня полностью то есть замочки не тронут конечно но я понимаю что она была в моей комнате потому что полностью отодвинуто балконная шторка а у меня она была задвинута я начинаю говорить почему вы вообще ходили были в наших комнатах почему вы кушаете нашу еду почему вы находитесь в квартире где наши вещи где мы живем в общем начинается опять вот это вот сцена одного актера опять ей типа плохо опять уже она сама вот ей так плохо она вся в припадке начинает орать то что вот я сейчас что вы вообще себе позволяете да вы меня вы меня до могилы доведете там короче непонятные разговоры она вызывает скорую она опять вызывает ментов опять приезжают те же самые менты они уже в открытую просто над ней смеются неделю назад только было все то же самое не видят перед собой ну то есть я да там обычный нормальный на тот момент вообще подрону уже не подросток конечно я уже была себе мне уже 18 лет получается да было но тем не менее то есть вообще чё происходит это был такой дурдом конечно уже стало ясно что жить мы с ней не сможем ну потому что мне уж тоже и менты горели ну как бы чё вы хотите она будет постоянно так приезжать она жизни вам не да что вы суд на нее будете подавать что вот у вас договор какой-то она там с вами вместе с вами до пытается жить ну то есть как бы да понятное дело вот это вот все было ну как бы не ясно непонятно что вообще делать выход был один найти другое жилье и оттуда съезжать что соответственно девочка с жила вообще передумала жить она решила что я не помню то ли мама и не захотела за квартиру платить в общем мои родители помогли мне найти квартиру сняли ее и уже в другом районе совершенно я жила я там прожила потом два чем-то по моему а нет я прошла до того момента 4 курса этом прожила до тех пор пока мне не купили машину да и значит нос закладывать знаете что самое было удивительное когда я ей сообщила что как бы все а она потребовала еще деньги она говорит заплатите мне не просто ну заместность как мы платили да за месяц вперед а за два месяца что вдруг вы захотите типа съехать чтобы у меня был месяц других найти людей а вами он был оплачен мы говорим слушайте мы здесь живем как бы уже да там я конкретно больше года и ничего не платила и почему с чего я должна сейчас как бы взять и заплатить за еще один месяц нет говорю у меня нет такой возможности все она начала по этому поводу устраивать какие-то тоже истерики то что вот вы меня хотите кинуть хотя мы и так как бы платили за месяц вперед она то есть хотела чтобы мы не за прошедший месяц платили а за месяц вперед и соответственно какой-то вообще вот это вот эти непонятки все были с деньгами и потом что у нас еще получилось то что когда я ей сказала что все говорю я нашла другую квартиру я отсюда съезжаю говорю радую вот одну девочку говорю уже выжили она потом когда уже той девочки не стала она просто это все в течение месяца я еще жила она просто стала приезжать в ее комнате ночевать то есть со мной вообще не общаться ну я уже знаете так я все замыкала он тут замыкала еще замок поставила но это был какой-то кошмар и она такая заплатите мне неустойку я говорю за что вот я так и знала что я сейчас во-первых почему вы уходите вообще я не пойму почему что не устраивает она начала мне предъявлять то что почему это я не хочу там жить у меня где она теперь бедная несчастная будет искать квартирантов почему-то я говорю мне говорю дорого платить за квартиру одной во вторую девочку говорю вышли она не смогла это все терпеть горю сломалась ну короче начала узнаете тоже как бы придумывать и она и потом начал ладно я вам 2000 обратно скинуть и по оставайтесь и я буду я только раз в месяц буду приезжать я горю нет я уже договорилась за другую квартиру опять начала делать заплатите мне за месяц когда который ну то есть грубо говоря я об она будет искать квартирантов дурдом я оттуда просто когда уходила я готова была плясать потому что это это в прямом смысле как будто бы вы знаете не как квартирант я там была как будто бы меня в рабство сдали когда то есть она постоянно я молчу про того про то что левый посторонний человек пользуются вместе с тобой ну я человек довольно таки раньше была брестливой сейчас уже не настолько но все равно знаете то что с одной бабушкой какой-то мне не родственница неизвестная для меня вообще где она что она там от которой еще жутко всегда воняет пользоваться одним туалетом одной ванной она при том вы знаете меня я реально видела тюбики открытые какие-то матчампу не отделит она как бы спокойно пользовалась моими средствами она поезд как свинюка я вам серьезно она ела это ужас все вокруг по на полу крошки все валяется на столе она за собой не убирала то есть помимо всего прочего я не знаю что вот я вам клянусь я все не придумывают то есть как бы я не знаю что у человека было в голове почему она из каких вообще соображений она так делала но вот такая вот у меня была ужасная история ладно друзья на этом я закончу влог тут как раз что-то непонятное на моей дороге нужно что-то объезжать как-то не ясно берегите себя своих близких я вас целую обнимаем пока пока